Как начался ваш роман на стороне? Я встречался с девушкой 4 месяца, назовем ее Сэм. Мы познакомились в баре в центре города, где она работала. Можно было сказать, что у нас полноценные отношения, но мы никогда не обсуждали серьезные темы. Мы были на куче свиданий, она познакомилась с моими коллегами, и я часто тусовался с ней и ее соседями по комнате. Однажды я был у нее дома, выпивал с ней и ее соседями. К концу ночи мы решили пойти в ее комнату и развлечься. Вдруг Сэм начинает вести себя очень странно и тихо. Я спрашиваю ее, не хочет ли она остановиться, и она говорит да. Я так и делаю, и спрашиваю ее, в чем дело. Она не хочет мне ничего говорить. Я подумал, что сейчас лучше просто уйти, и мы обсудим это позже. Когда я шел к своей машине у подъезда, я заметил парня. Он показался мне знакомым. Когда он подошел ближе, я понял, что это бывший парень Сэм. Я видел его фотки у нее в инстаграме. Проходя мимо меня, он пригрозил мне и велел больше сюда не возвращаться. Я тогда был дерзким парнем и спросил, какого хрена я не должен возвращаться. Он ответил, что знает, что я чпокал его девушку. На что я возразил, что это не его девушка, потому что они расстались еще летом. В итоге я просто ушел и решил, что поговорю с Сэм об этом позже. Оказалось, что бывший был прав, и она просто изменяла ему со мной 4 месяца. Знаете, что самое дерьмовое? Ее соседи по комнате и друзья были в курсе всего этого. И эта женщина хотела познакомиться с моей дочерью. Я очень рад, что узнал обо всем, пока не стало слишком поздно. Узнал, что она мне изменяет. Решил изменить ей в качестве мести. Мне не стало легче, даже наоборот. Я просто почувствовал, что я тоже кусок дерьма. Это была очень короткая интрижка. Я пыталась сделать это, когда меня бросил парень в колледже. Глупый и тяжелый разрыв. Это была просто ужасная идея, как вы сказали. Парень, с которым я решила переспать, оказался удивительно проницательным, даже в пьяном виде. В какой-то момент он сказал, я не думаю, что ты действительно хочешь этого. Ты выглядишь очень напряженной. А потом слушал мои рыдания около двух часов и купил мне газировки и пиццу. Я больше никогда не общалась с ним, потому что мне было очень стыдно. Где бы он ни был, я надеюсь, что у него все хорошо, потому что он заслуживает всего хорошего. Девушка нашла в стиралке майку не своего размера. Она швырнула ее мне в лицо, сказала, надеюсь, она того стоила и ушла. Оказалось, что это была ее майка, которая просто села, потому что я хреново стираю. Я застряла в браке с барахольщиком. У нас давно уже не было физической близости. Он совсем не следил за домом и у нас в сушилке какое-то время жили крысы. Четыре месяца я пила бутилированную воду, потому что водопровод был неисправен и его небезопасно было использовать. Не могла никуда уйти, потому что находилась в 20 километрах от цивилизации. Моя машина была сломана. Коллега обычно забирал меня на работу или я шла пешком до ближайшей остановки. Я сломалась под тяжестью одиночества, когда коллега сказал, что я ему нравлюсь. Оказалось, что мой бывший был очень-очень закрытым человеком. Отсюда желание копить всякий хлам и неспособность нормально строить отношения. Я тоже не могла тащить отношения одна на фоне всего этого. Сейчас у него есть сосед по дому и дом отремонтирован. А я все еще с этим коллегой спустя 10 лет. Когда моя жена нашла у меня в кармане салфетку со следами помады и поклялась, что это не ее помада. Я понятия не имел, как она оказалась в моем кармане. Несколько месяцев она думала, что я ей изменяю. Однажды за обедом я ел сэндвич и пил красную газировку. Вытерев рот салфеткой, я понял, что она стала того же оттенка, что и моя салфетка с доказательством интрижки. Мы с моим бывшим мужем в то время уже спали в отдельных комнатах. Его просто не интересовал интим, и это вызывало много ссор в наших отношениях, потому что меня такой расклад не устраивал. Со своим любовником я познакомилась в World of Warcraft. Мы играли вместе уже год, но между нами никогда не было ничего такого, даже флирта. Как-то раз он сказал, что у него есть на стол как колонизаторы и пицца, и оказалось, что он живет всего лишь в полутора часах езды от меня. Я, недолго думая, запрыгнула в машину, потому что мне была жизненно необходимая разрядка. Он не знал, что я замужем. Мой роман на стороне продолжался еще полгода, пока я не подала на развод. Мы женаты с ним уже шесть лет. Я был молод, девятнадцать лет. Встречался со своей девушкой уже год, когда родители вдруг решили, что мне уже пора съехать от них. Нашел соседа, сняли квартиру. В первый день в новом доме я встретил девушку. Она заставила поверить, что любовь с первого взгляда существует. Через пару недель она переехала жить в квартиру напротив, и мы начали зависать с ней. В одну ночь мы переспали. На следующее же утро я порвал со своей девушкой. Спустя месяц мы стали жить вместе. Это было семнадцать лет назад, и мы до сих пор вместе. Однажды утром моему другу позвонила его девушка и рассказала, что ей приснилось, что он ей изменил. Он не знал, что сказать. Он был без ума от нее, они встречались два года, и все было отлично. Поэтому он просто сказал, сны бывают такие странные, да? Она решила, что это не совсем правильный ответ, и порвала с ним. Он был расстроен и попытался поговорить с ней. Она сказала, что перестала доверять ему, потому что была уверена, что он может ей изменить, если ей такое снится. Никакие разговоры с ней не помогли. Через неделю она перестала выходить на связь и потратила девять месяцев на то, чтобы забыть его. Ее компания друзей тоже решила, что он ей изменил, раз он был такой яркий. Теперь, пару лет спустя, она говорит о нем как о том самом парне, и ей пришлось порвать с ним, потому что она не могла ему доверять. Сумасшедшая. Мой муж несколько лет пытался уговорить меня на куколт. Я говорила ему, что я не такой человек, и что я хочу любви. Я хочу чувствовать, что для него достаточно меня одной. Он не переставал просить, он только об этом и говорил. Это полностью разрушило нашу интимную жизнь. У него развилась эректильная дисфункция, и он постоянно предлагал мне найти еще кого-то. В конце концов, я согласилась и начала встречаться с другими людьми. Правило было только одно, никогда не испытывать никаких чувств к другим людям. В общем, два раза я влюблялась в парней, которые говорили мне, что я все, что им нужно, и меня им достаточно. Муж заметил, когда у меня появились к ним чувства, или я призналась, и потребовал, чтобы я прекратила с ними встречаться, но я этого не сделала. Оба этих мужчины просто лгали мне и встречались с другими женщинами, хотя говорили мне, что я для них единственная. Я инициировала развод. Я не хочу собирать счастье по кусочкам, встречаясь с разными людьми. Все, чего я хотела, это просто быть в одних отношениях с одним мужчиной, который любит меня. А теперь я уже не молодая. Вероятно, у меня никогда этого не будет. Однажды меня обвинили в измене. Переднее пассажирское сидение в моей машине было выдвинуто слишком близко вперед. Моя тогдашняя девушка решила, что парень не смог бы там поместиться, и потребовала рассказать, кого я возил в машине. Я сказал ей, что это был Крис, коллега по работе. На следующий день она ворвалась в мою компанию, требуя встречи с Крисом. Представьте себе ее лицо, когда она узнала, что Крис это Кристофер, парень ростом 130 сантиметров. Я выжимал из нее извинения в течение 10 лет. Мы познакомились на работе и начали заниматься этим втроем с моей женой. Это привело к тому, что мы начали встречаться без нее. К счастью, моя жена простила меня, и мы смогли помириться. Это был самый глупый поступок в моей жизни. Если вы подумываете об измене, позвольте заверить вас, вы либо попадетесь, либо будете настолько поглощены чувством вины, что сдадите себя сами. Я не был счастлив в своем браке. Я был в командировке по работе и ужинал с женщиной, которая тоже приехала сюда по делам. Мы ушли последними и много разговаривали. Я спросил о ее семье, она сказала, что ее муж мудак. Слово за слово, и у нас начался роман, который продолжался следующие два года. Роман моего мужа начался вскоре после того, как мы поженились. Мы жили в многоквартирном доме, и все почтовые ящики находились в холле. Я проверяла почту, пока он был на работе. Я всегда так делала. Я прочитала открытку, не обращая внимания на то, кому она была адресована. Но на лицевой стороне открытки было написано, «Я скучаю по тебе утром», «Я скучаю по тебе вечером». А внутри открытки было написано, «Но особенно я скучаю по тебе ночью». На открытке был рисунок женщины в постели, одетой в пеньюар. И подпись «Я скучаю по тебе и люблю тебя» с именем женщины. Я посмотрела на конверт, он был адресован моему мужу. Мы были женаты всего три месяца. Я сразу же собрала все его вещи и выставила их в коридор. Он пришел домой и попытался зайти в квартиру, но я закрыла дверь на цепочку. Он такой, что черт возьми происходит? Я говорю, «Твоя девушка скучает по тебе, поэтому между нами все кончено, а ты можешь пойти пожить у нее». Я приоткрыла дверь и бросила открытку и конверт в коридор. Примерно через 15 минут в мою дверь постучали. Пришел сосед. Я раньше видела его, но мы еще не успели официально познакомиться. Я открыла дверь, а мой муж стоит в коридоре. Сосед говорит, «Здравствуйте, меня зовут имя-фамилия. Вы случайно получили мою почту сегодня?» У моего соседа были точно такие же имя и фамилия, как у моего мужа. Он сказал, «Моя жена уехала в командировку и прислала мне открытку». Я сказала «Чушь» и закрыла перед ним дверь. Через 5 минут в мою дверь снова постучали. Я снова смотрю на соседа, но на этот раз он держит в руках свои водительские права и конверт с открыткой. На правах видно, что у него точно такое же имя, как у моего мужа, а на конверте с карточкой номер их квартиры. В то время это было чертовски болезненно, но сейчас, 31 год спустя, мой муж считает эту историю совершенно уморительной. В тот момент я был уже 5 лет в отношениях с моей девушкой. Я начал списываться со старой подругой, к которой у меня всегда были чувства. Мы работали вместе еще в подростковые годы. Она жила в другом городе, так что я знал, что у нас все равно ничего не будет. Как оказалось, в нашем родном городе у нее осталась семья, и она периодически их навещала. Мы договорились встретиться, сходить куда-нибудь поужинать и пообщаться, как в старые добрые времена. В итоге мы напились, сняли комнату в отеле. Это произошло еще пару раз в течение нескольких месяцев, пока однажды она не написала мне, что беременна. Я сразу же во всем сознался своей девушке. Я вырос без отца и точно не собирался бросать своего ребенка. В итоге через месяц она потеряла ребенка. Вся эта ситуация оставила меня с жутким чувством вины и тревогой. Больше никогда бы так не поступил. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры, а также дополнительные острые выпуски, которые не попали на YouTube из-за цензуры площадки. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры создавал DimaTorzok